Вы вспомнили сами о Кадырове, потрясающий фильм, расследование, издание проекта. Потрясающий, да, это вот укор ФБК, как надо работать. Да, вот два с половиной часа, и я всем, абсолютно всем советую посмотреть о Кадырове всё. И о Гареме с наложницами несовершеннолетними, и о том, как он лопатой просто тоннами отгребает эти деньги, и о семье его, и о Немцове, два новых просто исполнителя в деле, причём один, связан непосредственно с сокурсником Путина по КГБ, генералу. Много информации, смотрите. Дмитрий Ильич, когда вы это всё видели, смотрели, да, этот фильм, вас что-то поразило, удивило, или вы уже ничему не удивляетесь в этой современной путинской России? Знаете, если бы я не знал Баданина лично, а я его и как классного историка, и как великолепного и расследователя знаю не первый год. Интервью большие делал с ним. Я бы заподозрил, что, конечно, это инспирировано Кремлём. Потому что появление само такого фильма об абсолютно неприкосновенной, абсолютно защищённой, абсолютно грозной фигуре, оно означает две вещи. Одну из двух вещей. Либо он кем-то заказан в Кремле и надоел, и Кремль будет его сливать. Либо, что больше похоже на правду, он действительно достал, наступил конец всех ограничений. Действительно, в России сегодня большинству её обитателей, да и большинству её оппозиционеров, как-то жизнь стала недорога. Потому что, понимаете, та жизнь, которую может предложить Путин планете, это не та жизнь, за которую стоит цепляться. Я наблюдаю такую последнюю, что ли, готовность, последнюю решимость. Знаете, как самураи говорили, я исполнен решимости. Со стороны Баданина это жест, не скажу самоубийственный, не дай бог, конечно, но это жест предельной отваги. Это значит достало. Это значит перестали соблюдать любые конвенции. И то, что Рамзан Кадыров готовит, безусловно, для России сценарий её ближайшего будущего, то, что Кадыровщина – это будущее Путина – это и есть главная мысль в картине. Раньше казалось, что Лужков – такая модель будущего для России. Теперь ясно, что гораздо более мафиозная фигура и гораздо более злодейская, просто гораздо более аморальная. Я думаю, что этот фильм, он не столько о Кадырове. Понимаете, он о том будущем, которое для России готовит её нынешний президент. Он уже продвигает совершенно непотическим образом непотизм, вы знаете, к продвижению. Вот я хочу по собой разговаривать, потому что он показал своих дочерей. Да, уже продвигает власть. Да, Кадыровский озеро. Уже я не очень вижу, чем отличается путинская Россия от Кадыровской Чечни. Вот это надо было показать крупным планом. В этом плане картина может произвести некое действие, поскольку хотя бы в силу ксенофобии Россия не хочет жить по-кадыровски. А вы думаете, если Путин всё-таки успеет, потому что он же создаёт этот клан «семья», только уже путинская семья, да? Если Путин успеет передать власть своим детям, своим родственникам, тогда России точно хана? Да, ну, Саш, что мы вкладываем в понятие России хана? Нынешней России хана по-любому. Она обязана измениться, потому что в прежнем виде она недосуществует даже до 30-х годов. Она стреляет себе в ногу ежедневно. А России как стране, Россию как государству, как пространству ни в коем случае не хана. Наоборот, это её исторический шанс как можно быстрее покончить с путинизмом. Тут же, понимаете, какая фигня? Я могу вам с достаточной долей убедительности предсказать, что... Я не знаю, есть ли у Путина это время, но в течение ближайшего года идея монархии в России получит очень серьёзный пиар. Владимиру Путину предложат возложить на себя корону, там, корову, ворону. Предложат возложить на себя корону и царствовать вечно, без имитации каких-либо демократических процедур. Идея монархии в Z-среде очень распространена. И именно Путин как идеальный монарх, в общем, не самый кровожадный из возможных, я думаю, что эта идея будет так или иначе провозглашена и утверждена. Вот вы увидите. Мне кажется, что уже ближайшая осень-зима – это серьёзные подвижки в сторону монархии. Поэтому, если Владимир Путин успеет, в России просто будет провозглашён Владимир Первый Крымский. А другое дело, что вот в чём, понимаете, особенность России. Очень большая страна, очень большая масса, огромная инерция. Если такая страна размахивает ядерными частикулами, яйцами, и всё время кричит о том, что вот-вот она применит оружие, это же нельзя остановить, затормозить этот процесс уже нельзя. Поэтому я думаю, что ядерное оружие в России будет применено раньше, чем Владимир Путин успеет стать монархом. Да и, в общем, не так уж важно, в каком статусе он отправит страну на тот свет. Тут важно то, что если эта риторика не будет сбавляться, и если продолжатся разговоры, что мы не можем проиграть, поэтому мы применим, 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 вот сейчас уже применим, вот уже применим, ба-бах! Понимаете, эта истерика, она продолжается уже неуклонно. У меня есть сильное подозрение, что вторая половина года, а может быть даже уже и конец лета, будет в этом отношении критическое. Тут Дмитрий Медведев, кстати, наблевал ещё один тазик своей риторики, говоря, что с нами нельзя даже сметь разговаривать об ограничении оружия. Это бред, абсурд. Если Америка нам предлагает ограничивать ракеты вооружения, да мы вообще порвём все баяны. Ну, у меня есть ощущение, что они готовы. Вопрос-то только в одном. Готовы ли военные среднего звена поддержать эту инициативу? Сейчас всё зависит ни от намерений Владимира Путина, они совершенно однозначно. Он хочет спалить мир в ядерном огне. Вопрос в другом. Готовы ли военные среднего звена помочь ему нажать эту кнопку? Если да, то тогда Россия нарушит все свои обязательства, пересмотрит ядерную доктрину, ударит первый и заплатит за это по полной программе. Если у этих офицеров есть шанс спасти мир, дай бог им отваги и здравомыслия. Дмитрий Львович, а всё-таки это интересно, так как и с точки зрения после того, как Брежнев ушёл, и после того, как Ельцин уходил, передавали власть КГБшнику и говорили очень чётко – власть принадлежит чекистам. Путин получил власть. Он отдавал эту власть генералам, он передавал эту власть чекистам. И тут приходит его семья. Генералы пошли вон, Патрушев пошёл вон, всё ближайшее окружение пошли вон. А почему эти генералы молчат и ничего не делают? Почему они его не снимают, на ваш взгляд, а позволяют передавать всё семье? Саша, внутриэлитный переворот не нёс бы России никакого облегчения. Ну неужели вы правда думаете, что Пригожин был бы лучше Путина? Да он хуже в разы, потому что он ещё и более жесток, и более озлоблен, и у него тюремный опыт, в отличие от Путина. Он вообще человек, живущий по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Тут как раз наоборот, если бы случился внутриэлитный переворот, и генералы подняли бы голос против Путина, по всей вероятности, победа этих генералов привела бы к чудовищным последствиям. Все думают, что если бы в Германии победил что Финберг, если бы у них в июле 1944 года взорвался бы не стол, а непосредственно Гитлер, на котором только штаны треснули, то тогда стало бы лучше. Да это бред собачий. Если бы пришли к власти элитные офицеры СС, они бы прекратили войну, сохранили бы фашистский режим, договорились бы с Западом и продлили бы ещё эту агонию, и, скорее всего, выторговали бы себе, конечно, при полном негодовании России, выторговали бы себе сохранение некоторого, по крайней мере, территориального статуса КО. Я не верю во внутриэлитные перевороты. Тут есть два сценария, при котором в России власть меняется к лучшему. Либо происходит масштабное военное поражение, и народ, в общем, скидывает бездарную верхушку, либо кто-то среди интеллигенции или, по крайней мере, интеллектуалов поднимает, наконец, осмысленное восстание, как сделал Ленин. Ленин, который был интеллектуалом во главе массы. Если найдётся такой человек, типа Навального, то и ради бога. Но ожидать, что генералы против семьи, или воры против коррупционеров, или коррупционеры против радикалов, ожидать от этого каких-то улучшений, поймите, в окружении Владимира Путина нет ничего хорошего. Любой преемник будет катастрофичен. Здесь можно только всю эту конструкцию разрушить до основания, убрать из руководства страной изуверскую сатанинскую секту, которая там стоит сегодня. Вот вы посмотрите, если у вас будет секунда, там итог, чем смотреть арестовичный сообщак, посмотрите новых кукол, бал вампиров. Там стихи я описал, и, по-моему, довольно смешно получилось. То есть это я не рекламу делаю, а просто вам будет весело. Иными словами, никакой надежды на тёрки внутри путинского режима быть не может. Оттуда может прийти только ухудшение. Два сценария. Либо военное выражение. Владимир Путин сказал, мы тогда кнопку нажмём. Либо достаточно мощные массовые восстания действительно интеллектуалов и людей с чувством собственного достойности. Их в России не так мало. Тем более, что российская молодёжь процентов на 90 антипутинской. А чекистов будет убивать? Вы же помните, что Сталин убил 22 тысячи чекистов. Ну, там с чекистами, понимаете, было сложно. Ведь по некоторым версиям, я боюсь их озвучивать, но по некоторым версиям всё-таки Сталина-то убрали именно свои. Потому что как только он начал говорить, ищите большого менгрела, тут Лаврентий Павлович, видимо, и подсыпал ядку. Потому что поверхность желудка у товарища Сталина была довольно сильно изъязвлена. Мы не знаем, что это было. Кстати говоря, Сергей Никитич Хрущев, который, в общем, знал более-менее ситуацию, утверждал, что у Берия не было ни малейшего шанса Сталина отравить. Просто Власик, шеф охраны, не дал бы этого сделать. Я думаю, что Лаврентий Павлович, наиболее мне, кстати, симпатичная, не симпатичная, но наиболее интеллектуальная фигура в чекистской верхушке, я думаю, мог это сделать, если хотел, и не Власику было его останавливать. У меня есть сильное подозрение, что в чекистской верхушке сегодня есть люди, которым Путин тоже не нравится. У меня, с другой стороны, есть полная уверенность, что среди этих чекистов уже нет интеллектуалов. Понимаете, даже Андропов, который всё-таки советовался с интеллектуалами, с экспертами, с интеллигентами, даже Андропов на их фоне выглядит каким-то титаном, как почти сверхчеловеком. Чекистское окружение Путин, ну что, ну Бастрыкин, ну Патрушев, кто из этих людей, или там, я не знаю, Гундяев, кто из этих людей способен был бы хоть сутки удержать управление страной? Вы смеёте. Значит, здесь вся проблема, вся надежда на то, что система обрушится под собственной тяжестью, и к власти придут независимые интеллектуалы. Их довольно много. Вы знаете, когда я смотрел этот фильм, издание «Проект», я почему-то думал только об одном, что это всё миниатюра. Вот нам показали в миниатюре, вот как вы говорите, того же Путина. Как вы считаете, у Путина тоже есть все эти гаремы с несовершеннолетними, он тоже отгребает вот так вот лопатой деньги тоннами. Там тоже вот так вот всё, как у Кадырова, только в большем масштабе? Ну, насчёт гаремов я не уверен, потому что, понимаете, Путин не жизнелюб, в отличие от Кадырова, который вообще любит роскошь, царственную пышность. Я думаю, что Путин не про это. Дело в том, что, понимаете, про Рамзана можно много сказать плохого, но нельзя сказать одного. Он не закомплексован. Он лучится самодовольством в каждом слове, в каждом жесте, в улыбке. Он человек, пребывающий в безмерном самообольщении. А такие люди бывают женолюбивы. И вообще в нём есть гедонизм некоторый. Что касается Владимира Путина, то этот человек прежде всего страшно закомплексованный и озлобленный, не прощающий, такая бледная моль. А такие люди, как правило, не бывают ни женолюбами, ни гастрономами, гурманами. Даже я думаю, что прав был Дмитрий Киселёв, который сказал, что Путин – это не про роскошь. И замок – это, скорее всего, подарок ему, а не его инициатива. Роскошь радует того, кто любит жизнь. Владимир Путин никогда жизнь не любил. Предел его гедонизма – это стакан светлого пива в Лепциге. Мне кажется, даже Ленин не был таким аскетом. Ну, понимаете, аскетами же, как сказано, вот помните, он у Пасана в рассказе Иосифов? Иосифовыми бывают по двум причинам. Либо причины морального свойства, либо физиологического. Такая импотенция тоже бывает разная. Я вспоминаю своё стихотворение, которое мне пришлось выдать за балладу Франсуа Вийона. Был такой реальный король Франции в восьмом веке. «Восьмого века посреди возглавил Франков им на горе, король с отвагой в груди и кровожадностью во взоре. Он был бы, честно говоря, правитель сдержанный и кроткий. Увы, была у короля одна беда – пипин короткий». Вот мне кажется, здесь пипин короткий – это самое наглядное объяснение. Он, вот что самое ужасное, если бы Путин был гедонистом, если бы он пил, как Ельцин, если бы он курил, как Сталин, если бы у него был хоть один порог, хотя бы как у Рамзана Кадырова его женолюбия. Но ничего подобного. Он не умеет получать удовольствие от жизни. Его главная проблема – ангедония. Он радуется только, когда ему удаётся кого-нибудь убить. Это его единственный способ получения сексуального наслаждения. Боюсь, что никакие мораловые ванны здесь не помогут. Поэтому, как это ни печально, Путин хуже Кадырова. Путин, как Суслов, ограничил себя во всём. У него радость одна – делать гадость. Вот вы это сказали, а я про себя подумал. 7 октября, день рождения Путина, убивают Политковскую. Ахмат Кадыров, 9 мая. Немцов убили в день сил специальных операций в 15-м году. Генерал Лебедь, вербное воскресенье. Алексей Навальный фактически в день пограничников ФСБ и в день оккупационных войск заграничных. Это действительно попахивает каким-то таким маньяком, правда. Ну, мистика и такой конспирология, не говоря уже о том, что, так сказать, 7 октября, вы помните, что это такое для Израиля. Да. Я думаю, что здесь тот случай, когда на каждый день в России и в мире приходится какая-нибудь смысловая символическая нагрузка. В конце концов, дней всего 365, а святых и годовщину человечеству гораздо больше. Но если действительно кто-то всё это и планирует, ну, например, Акуджава, который родился 9 мая, а умер 12 июня в день якобы независимости России, я думаю, что это Господь так пишет. Вообще история России отличается поразительным символизмом и поразительной наглядностью. То есть она, грубо говоря, пишется для людей недалёких, чтобы понятно стало даже им. Ну, например, вот все классические олигархи в России заканчивают очень плохо. Меньшиков умер в Берёзове. Человека, повторившего его судьбу, зовут Березовский. Но куда уже нагляднее, понимаете? У меня есть такая большая книжка «Русские инкарнации», где подробно показаны все эти чудовищные буквальные совпадения дикие. Например, Савенков и Савенко. Борис Савенков, известный как Рубшин, Эдуард Савенко, известный как Лимонов. Всё совпадает абсолютно, включая даты арестов. Но если действительно Господь заботится о наглядности, то надо сказать, да, Россия, наверное, самое наглядное пособие. Не было ещё цивилизации, которая бы с таким упорством преследовала и добивала сама себя. Кстати, знаете, россияне сейчас более всего боятся, 40% россиян, более всего они боятся, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля. Представляете, вот на фоне этого всего кошмара искусственный интеллект. Да, да, ну это как раз понятно. Понимаете, у россиян есть страх перед будущим совершенно мистический, а будущее для них, в общем, персонифицирует две аббревиатуры – ЛГБТ и ИИ. ЛГБТ – это возможность, понимаете, смены пола, смены сексуальных предпочтений. Искусственный интеллект – это тоже какой-то вестник будущего. Потому что россияне очень хотят жить по домострою, да, они хотят, как помните у Маяковского, каким голосом, каким могло бы заговорить ожившее лампадное масло. Они хотят вот этого. Ну, и спецслужбы всегда стоят на страже гомеостазиса, а бы ничего не переменилось. Боятся искусственного интеллекта, боятся трансгендеров, боятся открытого женского тела, малейших проявлений свободы. И у меня есть ощущение, что этот страх будущего не без основателя. Потому что к той России, которую мы наблюдаем сейчас, Россия неизменна из Ивана Третьего, в этом будущем просто нет места. Если она не изменится, то её не будет. А меняться она не хочет и не может. Поэтому благу Украине, которая с этой карусели умудрилась-таки 30 лет назад соскочить. Дмитрий Львович, вот вы часто говорите о том, что в России, скорее всего, будет смута после всего этого кошмара, крушения путинского режима. Но мало кто, в принципе, понимает, что это будет. Что вы вкладываете в это понятие смута? Что грозит, по большому счёту? С чего ожидать? Ну, Саша, понимаете, ведь гражданская война не была войной красных с белыми. Это был где-то мятеж белочехов, а где-то столкновение Дальневосточной республики с остальной Россией, а где-то это был мятеж местных националистов, например, как на Кавказе, и, соответственно, имперцев, которые им противостояли. А где-то это был ледовый поход, а где-то это было восстание Махно, белых пока не покраснеют, белых красных пока не побелевют. Смута – это когда все бьют всех. Когда в стране много бесхозного оружия и страшная реакция, раздражение, ненависть от того, что война проиграна, от того, что рессентимент не удовлетворён, от того, что перестройка ни к чему не привела, и революция ни к чему не привела, и чекисты не оказались крюком, на котором страна удержалась, я рискнул дать своё определение. Гражданская война – это реакция глобального разочарования. Понимаете, она бывает отложенной, как в Америке прошло много лет до гражданской войны. Она бывает немедленной, как в России, когда сразу после революции началась гражданская война. Гражданская война – это когда попытались по-новому и не вышло. Россия попыталась по-новому. В России сейчас происходит, конечно, они правы, консервативная революция. Конечно, Путин – революционер гораздо больше, чем Ленин. Он решил всю страну свернуть с Петровского пути, заколотить окно в Европу, развернуть страну на восток, отказаться от гуманистических идей как таковых, отнять у православия весь его человеколюбивый потенциал и превратить его ещё раз в свою чекистскую секту. Это, конечно, революция. От этой революции никому не стало лучше. Мы наблюдаем довольно массовое разочарование в её результатах. Особенно это касается людей, вернувшихся с СВО. В этом формате смута уже идёт. Они уже убивают всех, до кого могут дотянуться. Смута – это не война красных с белыми. Это как смута в России в 17 веке, когда государство Рюриковичей было полностью упразднено. Сейчас оно тоже будет полностью упразднено. Думаю, что это продлится 2-3 года. И после этого на выжженном земле, когда все устанут, можно будет начинать строить что-то новое. Друзья, началась сирена. Пойду я спасать себя и своих детей. Спасибо, я с вами. Саш, приглашайте меня в Украину. Я хочу с вами быть в убежище. Пока. Пока, Андрей Оллович. Спасибо.